Стала известна дата выборов главы Чувашии. Они назначены на 13 сентября. Решение приняли на 41-й сессии Госсовета Республики. В повестке дня шесть вопросов. Из них два ключевые. Все за и против собирала наша съемочная группа. В Рио главы Чувашии Олег Николаев до цифр в отчете остановился на текущей ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предварительный ущерб для Республики оценивается в 6 миллиардов рублей. Кабинет министров понимает, насколько последние месяцы изменили всю экономику Республики и обычную жизнь наших граждан и всех нас с вами вместе взятых. Принятые президентом остальные решения по поддержке граждан, семей, бизнеса, конечно же, позволили смягчить тяжесть ситуации. В целом затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые направлены на территорию Чувашской Республики, составляют 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Олег Николаев отчитался о работе правительства за прошлый год, но больше остановился на новых задачах. По сути, это было послание с конкретными целями и планами. Одна из перспективных задач в области сельского хозяйства, состоящая перед нами к 2020 году, ввести в оборот все на сегодняшний день необрабатываемые земли сельхозназначения. Отремонтировать 309 километров автомобильных дорог, построить и отреконструировать 21 километр дорог, и дворов 117, но при этом дополнительно еще 32 километра осветить дороги. К сожалению, есть обращения со стороны жителей, муниципальных образований. Дорога новая, освещения нету, и пешеходных переходов нету. Принято решение эту работу проводить. Перед нами стоит задача переформатировать работу всех органов исполнительной и законодательной власти, всех уровней, таким образом, чтобы максимально эффективно использовать наши преимущества и потенциальные возможности. Они у нас есть. Слаженная работа возможна при наличии сильной команды единомышленников. Она уже формируется. Точку в этом вопросе поставят выборы. Они назначены на 13 сентября, в единый день голосования. В Рео глава республики особо подчеркнул, что для всех кандидатов надо создать самые благоприятные условия прохождения муниципального фильтра. К сожалению, в прошлые годы организация выборов регулярно в Чувашии подвергалась критике со стороны, как участников выборного процесса, так и экспертов и наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы ситуацию переломить. Считаем необходимым в рамках наших полномочий и в строгом соответствии с федеральным законодательством создать равные условия для всех участников выборного процесса, которые гарантировали бы и демократичность, и прозрачность выборной кампании. Свой выбор, поддержку кандидатов на должность главы Чувашской республики депутаты муниципального уровня должны делать свободно и непредвзятно. Депутаты немного подискутировали по поводу даты выборов. И в условиях сегодняшней пандемии, в условиях тех статистик, которые мы видим, большой-большой вопрос, насколько безопасно проведение агитационного этапа. Выборы – это всегда скопление людей, это работа агитаторов, которые, возможно, могут быть и разносчиками этой же самой пандемии, если, не дай бог, кто-нибудь из них заболеет. Если кандидат сам идет на это по собственной инициативе, идет найти риски заболеть и выпустить, не дай бог, с этой гонки политической, то избиратели будут подвержены риску заражения. Выборы нужны, потому что, действительно, во-первых, когда уже пройдут выборы и будут избранные главы, естественно, будут другие возможности для развития Чувашии, и мы будем надеяться для развития нашего Аллатровского края. И все же большинством голосов дата выборов была утверждена. Коронавирус, он уже с нами навсегда, и поэтому уже нам не стоит отменять те мероприятия, которые имеют важное значение в нашей жизни деятельности, а надо предпринять все меры предосторожности и организовать процесс таким образом, чтобы, с одной стороны, достичь нужного результата, с другой стороны, обеспечить безопасность и здоровье граждан. И поэтому это так же, как грипп, как ОРВЕ и другие инфекционные болезни, коронавирус с нами уже будет, я думаю, что, ну, как минимум надолго, а может, и уже и навсегда. Также депутаты утвердили кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка. В Рео главы республики выдвинул на эту должность Викторию Владимирову. Слово теперь за федеральным детским амбудсменом. Анжелика Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Республика. Республика.